МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидирующие позиции по бронированию «Махачкала» – излюбленное место у туристов. Улица Каркмасова как образец максимального комфорта. Специалисты в сфере дорожного движения со всей России высоко оценили реконструкцию объекта. Салман Дадаев навестил в Республиканском центре травматологии и ортопедии имени Цахаева двух школьников, травмированных вследствие срыва фрагмента опалубки со строительного объекта. Встретился мэр города с родными пострадавших и переговорил с врачами. В данный момент администрации оказывается помощь при влечении специалистов из Москвы для диагностики и лечения школьников. Накануне в Махачкале произошел несчастный случай. С высоты 15 этажа строительного объекта многоэтажки по проспекту Петра I сорвался деревянный щит опалубки железнобетонной конструкции. Он упал на двух несовершеннолетних, стоявших на участке тротуара около дома. Махачкала вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов Кавказа. По данным сайта для бронирования «Броневик», Махачкала занимает лидирующую позицию по числу бронирований в регионе – почти 37%. Вслед за столицей Дагестана идут Пятигорск, Минеральные воды, Каспийск и Архыз. В школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по инициативе депутата Государственной думы Абдулхакима Гаджиева, открыли гвардейский класс. Заканчивают с фашизмом. Уничтожают второй раз уже фашизм. Профильный класс создан на базе шестого класса. В его состав вошли 14 учеников – 7 мальчиков и 7 девочек. Школьники будут проходить обучение по программе «Основы военной подготовки», разработанной офицерами воинской части и опробированной в других учебных учреждениях. Мэр Махачкалы вместе с председателем правительства Абдул-Муслимом Абдул-Муслимовым посетили занятия школьников. Воспитание ребенка – это не самое простое дело. И воспитание ребенка в нивечное время, когда миром правил телефон и миром правил интернет, это очень большая ответственность. И поэтому я благодарен и директору школы, и его команде, и администрации города управления образования, что они в этом направлении тоже большую работу проводят. Все, что касается поддержки, поддержки данной школы интернета, она нами будет делать, если будут какие-то дополнительные финансовые средства для ремонта, или оснащения классов и так далее. Салман Дадаев от имени главы республики Сергея Меликова подарил ученикам школы макет автомата Калашникова для изучения навыков по сборке и разборке. Глава республики обещен, но глава республики надо. У вас 74-й есть, получается? Да, да, да. Пожалуйста. Он у нас есть такая марина, он стреляет светошумовыми патронами, патроны там есть, но это мы их маленькую славоскарочку передадим. Лучших учеников класса направят на обучение в Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии. Мэрия Махачкалы призывает жителей столицы присоединиться к рейтинговому голосованию по благоустройству городских территорий в 2023 году. К агитации привлечены известные общественники и спортсмены. Так, к акции присоединился известный боец UFC Магомед Анкалаев. Выбор территории занимает всего лишь несколько минут. Для этого необходимо перейти по ссылке 05.городсреда.ру и выбрать одну из 13 объектов для благоустройства. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. Уважаемые друзья, у нас с вами есть возможность самим решить, какую территорию в нашем городе мы можем благоустроить в следующем году. Для этого надо перейти по ссылке и проголосовать. Я уже выбрал территорию и советую каждому из вас сделать свой выбор. Свой выбор сделал и депутат городского собрания, мастер спорта по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Хабиб Абдулаев. Он считает, что в городе должно появляться больше красивых и удобных для отдыха горожан мест. Лично я проголосовал за благоустройство пляжа «Лунный берег». Призываю сделать всех свой выбор. Помните, что от нас зависит, каким будет наш город завтра. Митинг-концерт в поддержку российских военных и жителей Донбасса прошел в Махачкале. Тысячи студентов развернули триколор на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Хотелось бы немножко отойти от обычного формата и зачитать сообщение, которое отправил мне мой друг. Он тоже выходит из нашей среды, он общественник, и он уже с первых же дней спецоперации участвует именно на передовой. И недавно он мне отправил сообщение. Мне было сложно читать, но я зачитаю. Я думаю, это сообщение должен услышать каждый, потому что таких, как мой друг Магомед Салам, очень много ребят, и наша поддержка им очень нужна. Он написал, что за три месяца к ним на передовую впервые дошла гуманитарная помощь. И эту гуманитарную помощь отправили школьники из 57-й гимназии Махачкалы. И он говорит, что там письма от детей 2-го, 3-го, 4-го, 8-го класса. Есть пожелания, слова поддержки, рисунки. И то, что они получили, даже не так гуманитарка, которую они получили, а эти письма, эти рисунки, эти пожелания, они вселили в них дух. И он пишет, что... Он знает, что я работаю и со школами, и с вузами. И проводим как раз таки те самые акции по сбору гуманитарной помощи. И он говорит, ишала, я приеду и вместе с тобой хочу посетить именно эту школу и поблагодарить этих детей, потому что эта поддержка для нас бесценна. Она очень для нас важна. Напомним, что с недавних пор в музее также открыты тематические выставки, посвященные спецоперации в Украине. Исторический парк, и мы очень рады, потому что молодежь собралась. Тем более, что большая часть из этих ребят уже посетили наши выставки. У нас сейчас действуют две выставки. Одна выставка называется «Герои Зет». Она посвящена спецоперации на Украине, начиная с предыстории и историями людей, получившие почетное звание Героя России в этом конфликте. А другая выставка – НАТО «Хроники Альянса». Выставка посвящена именно истории Альянса, который создавался изначально как противодействие к Варшавскому договору. Но организации Варшавского договора давно нет, мы знаем. И против кого этот Альянс, и почему он расширяется. И вот все это рассказано на выставке НАТО «Хроники жестокости». В средней общеобразовательной школе номер 20 в поселке Альбурикент присвоили имя Героя России Тулпара Мусалаева. Мусалаев – выпускник Казанского высшего военного командного училища. В августе 2014 года при выполнении спецзадания, после того, как был ранен командир батальона, Тулпар принял командование на себя. В ходе боя возглавляемое им подразделение нанесло противнику огромные потери. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая звезда». В мае 2016 года погиб в автокатастрофе в Южной Осетии, когда перевернулся автобус с офицерами. На торжественной церемонии присутствовали представители мэрии, педагогический коллектив школы и родственники героя. Реконструкция улицы Каркмасова – образец комплексного подхода властей к решению проблем создания максимального комфорта для горожан. К такому выводу пришли участники общероссийского информационно-методического семинара «Организация и безопасность дорожного движения в регионах Российской Федерации», прошедшего накануне в Махачкале. Гостям из регионов России, среди которых специалисты в сфере организации безопасности дорожного движения, организовали экскурсию по университетской площади до скверов имени Фазу Алиевой и борцам революции. Улица Каркмасова у нас была выбрана не просто так. Парк Ленинского комсомола – это одна из основных точек протяжения в городе, где массово гуляют наши горожане. Он у нас включен в план благоустройства 2022-2023 года. И у нас центральная площадь по ту сторону – это там то общественное пространство, которое мы преобразовали в 2019 году, изменили административную функцию площади в общественную, и сегодня там тоже гуляют горожане. Улица Каркмасова является связующим звеном. Было принято решение создать пешеходно-ориентированную улицу для перемещения наших горожан. Это часть нашего пешеходного каркаса. Мы будем его продолжать дальше в исторический центр и уже к выходу к набережной. Проект был реализован за счет компиляции программ. У нас 5 разных источников финансирования – это как федеральные средства, республиканские и муниципальные программы. Плюс были внебюджетные средства – это наши ресурсоснабжающие организации, которые принимали участие до самой реконструкции. Сейчас у нас находится проект реконструкции на стадии завершения. Порядком 10% работы осталось. Это установка малых архитектурных форм и небольшие недочеты. По словам мэра столицы республики Салмана Дадаева, ознакомительной прогулкой федеральные эксперты остались довольны. Университетская площадь, в которую вы идете, полностью была запаркована транспортом. Вам ребята фотографии могут показать. Показали. И точно так же у нас есть здесь свой центральный универсальный магазин. Перед ним тоже невозможно было проехать, потому что весь общественный транспорт так или иначе проходит через эту точку. И так же в связи с нахождением центрального рынка большое количество населения стремится сюда. Причем, как правило, не махачкарнинцы, а это приезжие. Дальше терпеть было невозможно, поэтому мы начали думать, как изменить, изучив опыт других городов, поняв, что первый класс урбанистики – это не расширение дорог и провоцировать спрос, а именно заложение проезжей части, создание шикан и так далее, для того, чтобы сделать комфортное пространство для пешеходов. Какое-то количество гаражам будет недовольно, но пешеходы, конечно, получат отвоеванное пространство и совершенно иную пешеходную зону. Напомним, что в семинаре приняли участие специалисты из более чем 40 регионов страны. Это представители федеральных ведомств и профильных служб, ответственных за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и других сфер деятельности муниципалитетов. Более 30 автомашин эвакуированы с улицы Каркмасова за неправильную парковку. С утра сотрудники госавтоинспекции совместно с управлением транспорта на участке от Университетской площади до улицы Радищева выявляют нарушителей, составляют протоколы о правонарушении, а в отсутствие автовладельца транспорт доставляется на спецстоянку. Администрация города обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковать машины, строго в предназначенных для этого местах. Это было все, чем запомнилась Махачкалинская неделя. Я с вами прощаюсь, хороших выходных и до встречи на следующей неделе.